Всем доброго дня! У нас сегодня суббота, 27 августа. Я к своей радости на недельку пошла в отпуск. Все, последнюю неделю отгуляю. Взяла специально, подсчитав к первому сентября, чтобы сводить Ивана на линейку спокойно, все закупить. И еще мы собираемся на турнир в город Новосибирск по футболу. Поэтому, чтобы подготовиться спокойно ко всем важным событиям, отдохну эту недельку и, конечно же, побуду на своей любимой даче. Я не была здесь уже неделю. Прям лентяйка на этой неделе была. Приехала, посмотрела, как тут все меняется. Кое-что более заболевает, потому что ночью уже холодные. Особенно это петуния. У некоторых сортов прям мучнистая роса довольно сильно поразила. Но выкидывать я не буду, все равно они цветут. Конечно, вид уже не эстетический, но пусть будет так. Потому что все равно в любом случае дело идет к осени. Та же картина на огурцах. Но мы их все равно не убираем, еще будем периодически укрывать. У нас следующая неделя прям будет довольно теплая, чему мы очень рады. Ну и вот пока в таком режиме огород поддержим. Сегодня собираюсь еще посадить лилии. Покажу вам, какое я место выбрала для этого. Ну и кратенько о других работах на нашей даче. Ой, а у меня здесь малина. Красота. Ну это геракл ремонтантная. Вань, будешь кушать? Да. Ну только не сейчас. Ну попозже с тобой сорвем. Да, да. Хороший сорт. Вот она разрослась год третий, наверное, ей. И как хорошо плодоносит. Пришла собирать клубничку. Вот посмотрите, меня не перестает удивлять этот сорт Ирма. Вообще, какие ягоды крупнющие. Было неделю, даже полторы, холодно очень. Ночи были холодные. Потом вот сейчас только неделька стоит тепла. И вот, посмотрите, ей все нипочем. Ягоды, ну, наверное, даже больше, чем 60 грамм. У меня здесь весов нету. До дома я, конечно, не довезу, чтобы взвешить. Но это просто отличный сорт. Урожай у меня всегда небольшой, потому что у меня здесь всего-то, навсего, вот маленькая грядочка. Здесь у меня, наверное, 15 кустиков, которые я сажала прошлой осенью. Нет, этой весной. Этой весной я посадила, потому что мы переносили эту грядку. Я все самое лучшее выбрала и посадила. И вот эти вот новые кустики, 5 кустов Ирмы я посадила в этом году. И вот она уже вовсю дает такие прекрасные плоды. Попробуйте Ирму. В следующем году еще какие-нибудь прикуплю и расскажу, какие мне понравились. Не забываем отблагодарить свои растения за хороший урожай и принять меры для того, чтобы в следующем году они хорошо плодоносили, хорошо перезиномовали. Применяем обязательно либо фосфорно-калийное удобрение, либо вот такие специальные осенние удобрения. Я вам уже рассказывала, что мое любимое удобрение это фертика. И качество, и результат дают всегда отличное впечатление. Так что сейчас я клубничку удобрю, раскидала где-то из расчета на квадратный метр 30 грамм в сухом виде и пролью сейчас все. Так что все можете удобрять. Все кусты, малину, все многолетники, в основном те, которые не специфические, не требуют особенных удобрений. Ну вот Ваня сел кушать клубничку. Ого, большая какая. Ну как, Вань, вкусно? Очень вкусно. Вкуснятина. Все-таки хорошо, когда клубнику можно есть в течение всего сезона. Хотя огуречная грядка наша выглядит вот так неприглядно, но урожай мы продолжаем собирать. Вот в этом ящичке где-то 5-7 литров огурцов мы сегодня собрали. Есть, конечно, и переростки, но тем не менее урожай есть. Мы подкармливали один раз, золы подсыпали. Вот укрывной у нас сейчас на молодых побегах лежит, мы прикрыли. Вот на таких побегах молодых здесь именно вот на таких зелененьких идет сейчас плодоношение. Поэтому мы их прикрываем укрывным. Ну, частично убрала старые пораженные листья. Желательно их убрать. Можно еще корневую ножку подсыпать земелькой и удобрить фосфорно-калийным удобрением. Если вы еще все хотите, все еще хотите урожай, собирать огурцов. Нам они еще не надоели. Как-то снова захотелось их кушать. Поэтому вот сейчас свеженькие и зелененькие как раз в охотку или для консервации ассорти с томатами. Собрала два ведра Кенигсберга. Эти повезем белые ведра домой. И два ведра еще недоспевших томатов. Раскладываю их в домика, как всегда, на столике. Сняла в основном те, что лежат на земле. Но много еще оставила на кустах. Вот здесь у меня еще есть. Если на каких-то кустах зелени побольше, то вот как здесь еще кисти хорошие висят. Все равно оставила еще. Обещают, что будет тепло. Поэтому на солнце все равно томаты вкуснее становятся, когда созревают. И вот это, конечно, страсть. Такая все это некрасиво. Я в прошлом ролике, когда мы были в ферме Агросы, вам рассказывала, что у них такая же проблема. В теплицах даже в связи с перепадом температур от высоких на сильно низкие ночами. Вот заболевает растение к водоспориозам. И потва вот так вот отсыхает. И уже ничем не обработаешь, потому что плоды, вот они висят. Остается только вот так. Дозаривать плоды на кустах или в теплице. Ну, в принципе, меня это устраивает. Все уже. Осень наступает. Поэтому удовольствуемся и этим урожаем нам хватит. А баклажаны все равно неплохо себя чувствуют. Все еще цветут. Тут затишек. Тихо, спокойно. И они все еще продолжают плодоносить. Это щелкунчик кругленький. Марципанчик тоже вот завязывается. В общем, продолжаем кушать вкусные бутерброды. Все еще плодоносит. Надо будет сегодня полить и баклажаны, и капусту. Вон, какие уже хорошие качанчики. Прелесть. Это сахарная голова капуста. Очень вкусная. Ну, маленько цветочков покажу. Вот цветут, но уже вот такие листики. Уже не так эффектно смотрится. Бальзамины продолжают радовать красотой. После обработки клещевитом или фитоверм. У меня фитоверм, по-моему, был. Все, картина наладилась. Это тоже нормально. Это тоже пикоти хорошо. Вообще, я заметила, пикоти не болеет так. Вот это тоже хорошо переносит. Ну, вот махровая. Агитативная не очень. Вот такие пикоти красивые. Вид здоровый у них. Вот эта вегетативка тоже не болеет. Вот эта блюзка тоже не болеет. Эти семян немножко. Что я хотела, к чему я иду показать? Все-таки, наконец-то, она появляется у этой декоративной капусты светлая серединка. Вот. К концу августа месяца вот они появляются. Белый абажур от Гавриш. То есть, надо было им очень долго расти, чтобы показать свою красоту. Дождалась одним словом. Хоть увидела. Итак, какое место выбрать для посадки лилии? Это должно быть солнечное место. Постоянно солнышко должно быть. Не должно быть застоя влаги в этом месте, чтобы луковица не подгнивала. Это основное. Конечно, есть нюансы по кислотности почвы. Это в зависимости от сорта, от сорта типа лилии. Но я не заморачиваюсь. Беру самые простые сорта, хорошие, зимостойкие, устойчивые, красивые, их полно, благо, выбор очень большой. И сажаю их на солнечное место и там, где нет застоя воды. луковица. Вот луковица должна быть, еще раз повторю, не с сильным ростком. Вот небольшой росточек, либо его вообще в идеале не должно быть. Все, корешки должны быть хорошенькие. У некоторых, вот сейчас я луковицу смотрела, даже свежие пошли. Наша задача, чтобы луковица укоренилась до зимы и хорошо перезимовала. Сажаем луковицу на глубину трех ее диаметров. То есть, правило для всех луковичных, сажаем на три диаметра луковицы. То есть, вот где-то вот такая глубина. Ну и все, приступаем к посадке. Итак, приступаю к посадке лилий. Вот уже так примерно распланировала. Где это у меня будет все сидеть? Хосту вот здесь посажу, между бионами. Вот так. Ну и все. Сейчас буду копать лунки и закапывать. Итак, я выкопала вот такую луночку. Теперь сюда немножко положу сердце, щепоточку. Все это перемешаю. Грунт здесь достаточно влажный, поэтому поливать не буду сейчас, чтобы луковица не загнивала. Итак, прохладно и влажно без полива пока обойдемся. Луковицы желательно перед посадкой обработать средством Максим специальным, либо марганцовкой просто. Все, и вот так вот сажаем земелькой засыпаем. Ну, а теперь приступаю к посадке хосты. Так как это хостая такая расцветка у нее пестрая, наиболее лучшим образом будет свою расцветку проявлять на солнечном месте. Поэтому я ее сажаю на солнечное место. Здесь уже в луночке у меня фертика. Можно вот этот тортик тоже из упаковки сюда же. Он такой будет более рыхленький. И вот наш росточек. Посмотрите какой хороший, красивый. Корешки хорошие. Вот примерно таким образом я их разровняю и буду прикапывать аккуратненько все, чтобы не повредить росточек. Все. Вот и посадили. и хост, и лилия. Ну вот и все, что хотели сегодня сделать, сделали. Все успели. Ждем машину, когда приедет. Поедем домой. Завтра не знаю, как получится. У нас завтра игра с утра с Ваней. И посмотрим, как потом у нас будет силы поехать на дачу или нет. Обычная игра занимает очень много энергии. Вам спасибо за просмотр. До встречи, друзья.